Сход граждан в Егерухайском сельском поселении продолжался более двух часов. Зал Дома культуры был заполнен многочисленными жителями, которым не было безразлично будущее их аула. Началось мероприятие с показа видеоролика, в котором были представлены результаты социально-экономического развития сельского поселения. Жизнь в современном мире непрерывно ускоряется, и вот пришло время составить очередной ежегодный отчет о проделанной работе в нашем поселении и о предстоящих планах на будущее. Одно из наиболее важных направлений работы администрации Егерухайского сельского поселения это решение личных вопросов граждан. Письма, заявления и жалобы поступают нам почтой, на электронный адрес администрации и на официальный сайт поселения. Все поступившие обращения рассматриваются и ответы заявителям направляются в установленные законом сроки. В течение отчетного периода администрации Егерухайского сельского поселения совместно с Советом народных депутатов активно занималась законодательной работой. За отчетный период было подготовлено 20 проектов решений, которые затрагивали ключевые аспекты деятельности администрации поселения. Бюджет поселения планировался в соответствии с 10 муниципальными программами, которые были утверждены перед его принятием. Исполнение бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решениями Совета народных депутатов. За отчетный период в бюджет поселения поступило 67 739 707 рублей, включая 3 552 700 рублей собственных доходов, что соответствует уровню 130% по сравнению с прошлым годом. Наибольшая доля налоговых платежей приходится на имущественные налоги физических лиц, которые составляют 51%. Также в отчетном периоде в бюджет поселения поступило 62 739 рублей безвозмездных поступлений из областного бюджета. Общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год составил 68 719 рублей, а фактически расходовано 64 861 рубль за 10 месяцев текущего года. Бюджет был сформирован и выполнен в программной структуре расходов, которая включала три муниципальные программы сельского поселения. Эти программы были призваны способствовать развитию социальной сферы, благоустройству и дорожному хозяйству, а также коммунальной инфраструктуре. Что касается защиты населения, на территории поселения были проведены мероприятия по капитальному ремонту левого берега реки Лапа в ауле Герухай. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселения было принято решение об утверждении плана мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров и готовности к пожароопасному периоду на территории герухайского поселения в текущем году. В 2023 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности было выделено 10 тысяч рублей из средств местного бюджета. На территории герухайского сельского поселения все бюджетные организации, такие как школа, детский сад, ФАП, отделение почтовой связи, МФЦ, активно функционировали, предоставляя доступные услуги для жителей. Также на территории поселения работают торговые объекты с товарами первой необходимости. На начало 2023 года в поселении проживает 1670 человек. В течение текущего года родилось 13 человек, а умерло 12. В 2023-2024 учебном году в школе номер 3 имени первого президента Республики Адыгея Аслана Леевича Джаримова работает 24 педагога, обучается 188 учащихся, в том числе 16 первоклассников. Однако в последующие годы возникнет нехватка кадров по таким предметам, как химия, биология, история, общество знаний и физика. В текущем учебном году школа достигла значительных результатов. Учитель истории и общества знаний Инвер Нальбевич Ильдаров и его ученики Даймир Ешев и Ислам Цеев заняли третье место во всероссийском квизе, посвященном 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Школа получила грамоту от Министерства образования и науки Республики Адыгея за занятия второго места в рейтинге организаций, использующих единую организационную систему добро.ру в 2022 году. Команда школы также получила грамоту от Министерства образования и науки Адыгея за активное участие в региональной молодежной патриотической игре «За наших». Учитель родного языка и литературы Азас Хадбевна Берзегова стала призером республиканского конкурса «Новой школе. Новые учителя». Ученица 11 класса Саида Батышева получила диплом победителя за первое место по русскому языку в Олимпиаде для школьников в МГТУ. Ученица 7 класса Алина Хаткова стала призером республиканского конкурса «Чтецов», посвященного столетию государственности Адыгеи. Ученик 7 класса Айтыч Кучмезов стал лауреатом республиканского конкурса «Познание событий эпохи Петра I». Также шесть учащихся школы получили грамоты от Ресурсного центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи». Победитель муниципального этапа республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи-2023» Берзегов Руслан Бесланович, учитель физкультуры. Призер муниципального этапа республиканского конкурса «Новой школе. Новые учителя». Учитель истории и общества знаний Инвер Нальбевич Ильдаров. Третье место в муниципальном этапе республиканского конкурса «Юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2023» год. Команда школы награждена грамотой за второе место в мероприятии «Свеча памяти». Дипломами победителя и призера регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников награждены Мадина и Ислан Цейвы. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида номер 8» «Жаробен» воспитывается и обучается 82 ребенка. В детском саду работает 32 сотрудника, включая 12 педагогов, которые имеют положительные результаты и достижения в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах. Для реализации общеобразовательной программы дошкольно-образовательных учреждений достаточно обеспечено учебно-методической и художественной литературой, наглядно-дидактическим и демонстрационным материалом. Обучение детей ведется на двух языках – русском и адыгейском. Территория детского сада озеленена и асфальтирована. Единственный недостаток – на групповых участках отсутствуют теневые навесы, что затрудняет нахождение детей на свежем воздухе в непогоду. Наши сельхозтоваропроизводители всегда проводят поселную и уборочную работу вовремя, чтобы обеспечить успешный урожай. В поселении имеется общая площадь сельхозназначения – 3130 гектаров. Аграрии выращивают различные культуры, включая ячмень, пшеницу, кукурузу и подсолнечник. В Игерхайском сельском поселении были проведены ряд работ по благоустройству территории. Проводилась регулярная санитарная уборка и покос травы в скверах, на детских площадках и кладбищах. Для борьбы с инфекциями и обеспечения благополучия жителей проводились обработки против клещей на большой площади. Также проводился косметический ремонт памятника Великой Отечественной войны и покос сонной растительности. Были заменены и установлены новые лампы на линиях наружного освещения. Сотрудники администрации, школы, детского сада, ФАП, социальные работники и рабочие ООО «Мамрука», а также жители аула принимали активное участие в проведении субботников и чистых четвергов. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» была осуществлена реконструкция части автомобильной дороги ООО «Игирухай». Дорога была отремонтирована от улицы Гагарина до социально значимых объектов. Благодаря этим мероприятиям ОООО значительно улучшил свой внешний вид. Также был преобразован участок улицы Пушкина. Благодаря мухарьбю Миритукову, который внес значительный вклад в реконструкцию улицы, участок был полностью заасфальтирован. Тротуары выложены плиткой, а вся улица освещена энергоэффективными лампами. В рамках другой государственной программы бюджетного инициирования проводятся работы по озеленению и оборудованию парковой зоны по улице Шовгенова. Установлены и покрашена ограда, скамейки, проведено видеонаблюдение. Хочется выразить большую благодарность руководителям учреждений и организациям, а также неравнодушным жителям, которые активно участвуют в благоустройстве нашего поселения. Сплоченность и взаимопомощь наших жителей в своем прямом эфире подчеркнул и глава Республики Адыгея. Я видел в соцсетях, как страничка АУЛа Экирухая серьезно работает и каждый раз благодарит кого-то из жителей. Кто-то внес пять тысяч, кто-то тысячи рублей. И вот такими вот путями они объединили весь АУЛ вокруг Созидательного Пациента. Очень дружно и сплоченно. Очень дружно они подошли к этой работе. Большая работа и помощь жителям АУЛа оказывается прихожанами мечети. Они принимают активное участие в общественных делах и регулярно оказывают содействие администрации в проведении субботников. Ребята сами высадили небольшой сад из фруктовых деревьев в детском саду. Оказывают регулярную помощь малоимущим слоям населения, предоставляя им необходимую поддержку и материальную помощь. Одной из важных сфер, в которой прихожане мечети оказывают помощь, является оплата за коммунальные расходы. Благодаря их поддержке люди, которые испытывают финансовые трудности, получают возможность поддерживать стабильность жизненных условий. Активно вовлекаются и в организацию спортивных мероприятий, которые проводятся под их началом. Дом культуры Аула Игеруха играет важную роль в создании условий для организации досуга и предоставления культурных услуг жителям. Учреждение работает в соответствии с муниципальными заданиями и планами мероприятий. Школа танцев «Ансамбль Абрики» активно работает и проводит занятия для детей разных возрастных групп, где они знакомятся с Адыга Хабса, учатся различным танцам и проводят Адыга Джеку. Клубные формирования также успешно участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Развитию физической культуры и спорта в Игерухайском сельском поселении уделяется особое внимание. Физкультурно-оздоровительный комплекс стал центром притяжения, где проводятся соревнования по различным видам спорта. Действуют секции волейбола, дзюдо и самбо. Здесь занимаются как мужчины, так и женщины. В команде девушек по волейболу нет равных не только у нас в республике, но и в Краснодарском крае. В регламент доклада даже не уместится перечислить многочисленные соревнования и достижения наших волейболисток. А подопечные Амина Брафтова уже вовсю покоряют даже пьедестал страны. Инал Брафтов, Исмаил Меритуков, Султан Бжецев – это будущие чемпионы мира. На данный момент вот их некоторые спортивные высоты. Чемпионы России по смешанным единоборствам, чемпионы России по карате, чемпионы Всероссийского фестиваля единоборств. Отличные результаты выдала футбольная команда юноши, которая радовала нас чередой побед. Уважаемые жители, вы ознакомились с основными итогами работы администрации герухайского сельского поселения за текущий год. Сделано немало, но и нерешенных задач осталось достаточно много. Одним из наиболее важных вопросов остается санитарное состояние аула. На территории поселения сбор и вывоз коммунальных отходов осуществляется региональным оператором. В частном секторе мусор вывозится один раз в неделю. Но, к сожалению, не все жители нашего поселения с заботой и любовью относятся к месту, где живут, о чем свидетельствуют хоть изредка появляющиеся стихийные свалки на территории нашего поселения, в лесополосах и посадках около населенного пункта. Призываю вас совместно принимать участие в программах по благоустройству нашего населенного пункта. Только при совместной конструктивной работе мы получим результат. Выражаю слова благодарности всем жителям поселения, которые не остаются в стороне от наших проблем и оказывают всевозможную помощь. Затем по регламенту был представлен отчет участкового полномочного полиции. С начала 2023 года на обслуживаемом новой окрасной участке оперативная обстановка остается стабильной. В территории Небухайского сельского поселения совершено 8 преступлений, из которых нераскрытыми остается одно преступление. Мероприятие направленное на раскрытие данного преступления и приучение к ответственности лицо его совершившее проводится на настоящее время. Как показывает анализ, потерпевшими становятся граждане, которые пренебрегают по защите своего жилья и имущества. В территории Небухайского сельского поселения проживает 40 владельцев оружия, пользуясь случаем. Хотелось напомнить владельцам гражданского оружия относиться к оружию со всей сети и узнать и соблюдать необходимые меры безопасности. На особом контроле из числа проживающих в статей на участке состоят ранее судимые. Четыре лица, условно осуществления шесть лиц, лица, допускающие проволошение в сфере бытовых отношений. На постоянной основе указанные лица посвящаются по месту проживания, с ними проводятся проверки в целях недопущения повторных проволошений. Кроме того, были проведены следующие первые мероприятия. Внимание, мошенники, рецидив, розыск, подросток, школа, условник, должник. За 2023 год на данном участке было привлечено к административной ответственности 27 граждан. За отчетный период было зарегистрировано и рассмотрено 125 для обращений граждан, которые были зарегистрированы в книгу учета сообщений о преступлениях. Данные обращения были рассмотрены, установлены сроки, и по каждому из них было принято кассуальное решение. На сходе также выступили имам мечети и эфинди аула, которые выразили благодарность жителям и прихожанам, оказывающим постоянную помощь в реализации любых начинаний. Рез Мир иệt pazм. Мне это помогаю как俺, со мне это становится ядерней. Когда она�ный человек, не зла ребенок и artifact His移ра на твоем жизни. Сои, давай, нер playU�, как traditionally я наряду мне людей и не учу, от детей или не работа с собой занимать местами, чем я Faigaa на cages Goodnight acting сколь они имеют Pilto invert. А когда у вас выжили... ...соеданноесть, ...壓ка, ...и хоть и хоть, ...соеданного скачта вот здесь заставил. Галина – здесь заставил, ...и ни один, ни один, ...и они не смогут сказать, ...и у нас не споря band-то righe... ...святая табочка. ...соеданная работа до ухта. С момента появилась жизнь, ...а воскресенье. ...соеданная работа – это вторая жизнь, ...и народный, Глава поселения в своем выступлении отзвучил планы на ближайшую перспективу, а также лично поблагодарил неравнодушных жителей аула за их сотрудничество и вклад в развитие поселения. С завершающим словом выступил глава муниципального образования Кашхабльский район. Заур Хамирзов в своей речи подчеркнул важность совместного труда, который становится основой для устойчивого развития и процветания нашего района. Он призвал жителей не останавливаться на достигнутом и продолжать активно развивать свое поселение. В целом, сход граждан был достаточно продуктивным и позволил жителям сельского поселения обсудить важные вопросы и найти решения для развития аула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова